Форум Всемирного Русского Народного Собора в Ставрополе проходит в четвертый раз. В этом году он посвящен вопросам семейных ценностей. Обсудить их приехали порядка 400 представителей власти, духовенства, науки, культуры и образования. Семейные отношения не случайно стали главным вопросом форума. В мире сейчас настоящий ценностный кризис, отметил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Большинство семей распадаются. Например, в прошлом году в России на 100 браков пришлось 56 разводов. И это только если речь идет о втором и последующем браке. Первой же удается сохранить только одной из пяти семей. Среди молодых людей в возрасте 20-25 лет без регистрации сожительствует каждая третья пара. Младше 20 лет больше половины. О какой любви может идти речь, если сокровенная тайна супружеских отношений подменяется подобием детской игры в дочке-матери? Только дети от такой игры в мужа и жену рождаются настоящие и страдают они по-настоящему. Каждый пятый ребенок в стране рождается в неполной семье. Россия занимает лидирующие позиции в мире по детским суицидам. А на 2 миллиона новорожденных приходится миллион прерванных беременностей. Изменить столь грустную статистику может влияние церкви, считают эксперты. В тех регионах, в тех субъектах федерации, где влияние русской православной церкви велико, где есть сработничество между органами власти и русской православной церкви, мы видим, какие там показатели по эпидемии ВИЧ, какие показатели по детским суицидам, какие показатели по разводам, по количеству стариков, которых отдают в дома престарелых. Там, где есть основания на духовных скрепах, на традиционных ценностях, там ситуация лучше, намного лучше. Губернатор Края обозначил, что в успешном развитии института семьи он в первую очередь видит поддержание традиций, личный пример руководителей, приверженность к родной земле и устойчивую экономическую ситуацию. Чтобы человек видел свою собственную реализацию, ему нужно видеть пространство для реализации. Пространство для реализации сегодня обуславливается, конечно же, гранями экономического развития. Поэтому нельзя сказать, что я никогда не хочу хвалиться и так далее, но сегодня тренды, которые у нас, к сожалению, в стране отрицательные, мы, слава богу, в Ставрополе имеем положительные. Основные индексы у нас растут, слава богу, бюджет растет, ну и дай бог, чтобы люди работали. Два дня на разных площадках эксперты России и зарубежья спорили и глубоко обсуждали вопросы решения семейных проблем. По итогам встреч каждая секция вынесла свои предложения. Поддержать инициативу святейшего патриарха о том, чтобы вывести финансирование абортов из системы обязательного медицинского страхования. Поддержать те законодательные инициативы, которые позволяют женщине перед принятием такого решения, в общем-то и мужчине неплохо, потому что это опять-таки взаимная ответственность, надо это подчеркивать. Услышать сердцебиение, увидеть образ своего ребенка на УЗИ. Но отказаться от финансирования абортов мало. Нужно поддерживать молодые семьи материально, чтобы те не боялись рождения детей, считают эксперты. Они вынесли предложение отменить первоначальный взнос на покупку ипотечного жилья, снизить процентную ставку, сохранить материнский капитал и в целом увеличить количество льгот для молодых семей. А также изменить отношение к оценке воспитания и при начислении пенсии учитывать не только трудовой, но и семейный вклад. Для контроля института семьи предлагают создать специальный орган власти – федеральный совет с региональными филиалами. Правительственный уровень такого координационного совета, он дает межведомственный характер его деятельности, он дает широкие возможности использования общественных, интеллектуальных, экспертных, религиозных точек зрения в его деятельности. Для пропаганды семейных ценностей материалы форума раздадут в образовательные учреждения. Исследования экспертов опубликуют в журналах, а главное – все рекомендации объединят в одну резолюцию, которую направят президенту России Владимиру Путину. Мария Жирова и Владимир Кириллов, АТВ Ставрополь.